Нет повода для паники, по крайней мере так сегодня заявил заместитель главы администрации Геннадий Васьков. Речь о медицинских работниках детсадов. 84 человека получили уведомление о предстоящем увольнении. Связано это с изменениями законодательства. С 1 января 2014 года медикам, работающим в детсадах, область платить не будет. В бюджете Миявского округа эти средства не предусмотрены. По словам Васькова, в чистом виде это сокращением назвать нельзя. Просто медицинский состав приводится в соответствии с федеральным законом. Сейчас часть медработников уже встала на учет Центра занятости населения. Примерно треть перешли на вакантные должности воспитателей в тех же учреждениях. К тому же сегодня медики одни из самых востребованных работников. На сегодняшний день в клиниках города есть 51 вакансия, поэтому проблем с трудоустройством быть не должно. В трех детских учреждениях так называемого санитарного типа номер 1, 25, 108 штатных медиков сохранили. Их перевели в управление здравоохранения. Ничего страшного не происходит, подчеркнул Геннадий Васьков. Чтобы врач эффективно лечил, он должен, по сути дела, находиться в структуре органов здравоохранения и получать заработную плату. Нужно смело заверить. Я не хочу, чтобы в связи какие-то были. Мы еще траковали. Никакого ущерба для медицинского обслуживания детей в детских и дошкольных учреждениях не будет нанесено. Никакого ущерба работникам, медицинским работникам детских развлечений тоже не должно быть нанесено. То есть, если резюмирую ваше выступление, то, в конце так, федеральный закон внес изменения. Администрация делает все возможное для того, чтобы эти изменения в соответствии с законом минимально коснулись сотрудников и детей. Чтобы помощь оказывалась в прежнем объеме. Чтобы социальные гарантии как работникам, так и тем, кто приводит детей и самих людей, были соблюдены в полном объеме. Прешено. Также накануне на сайте администрации появилось вот такое сообщение, подписанное Таниславом Третьяковым. В нем говорится, что город рассчитывает на получение транша в размере 11 миллионов рублей на оплату труда медперсонала в детских садах.